Светлана Тихановская с нами на прямой связи. Франк, приветствуем вас. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, сегодня действующая власть, пускай самопровозглашенная, но тем не менее, или Александр Лукашенко лично рассматривает вот тех белорусов, которые сегодня защищают Украину от расистов в качестве серьезной потенциальной угрозы для себя и своей власти, своего режима? Уточните, просто звук пропал. Белорусов каких? Которые сегодня воюют за Украину и защищают Украину против расистов. У нас материал был как раз о Легионе белорусском. Да, конечно, для него это кошмар, он их боится. Про это пропаганда разрывается всеми возможными эфирами, стримами, программами про то, что они враги Белоруссии, несут угрозу. Его это пугает. Он понимает, что это те люди, которые будут после победы Украины иметь боевой опыт. Это те люди, которые никогда не примут режим. Среди тех, кто воюет в батальоне Калиновского и в других подразделениях очень много бывших активистов, очень много тех белорусов, которые еще недавно выходили на площади, которые еще недавно сидели в тюрьмах. Например, 19-летний Тимур, он был избит ОМОНовцами в 2020 году, был в коме несколько недель, его мама умерла, он убежал из страны, присоединился к батальону Калиновского. И как вы думаете, вот такой человек, что он думает про Лукашенко, он никогда его не примет. Поэтому для Лукашенко это кошмар. Франк, а скажите, как там настроение у белорусской армии? Потому что мы все уже какую неделю гадаем, а Лукашенко то угрожает тем, что ведут войска на территорию Украины, то опять отступает, какие-то встречи с Путиным. Это происходит потому, что они на самом деле не готовы и будут саботировать любые военные преступления? Или как там обстановка? Расскажите. В белорусской армии есть разные люди. Есть молодое поколение офицеров, которое уже образовано в новой демократической Беларуси, не заканчивали российских военных училищ, для которых Беларусь превыше всего. И они не понимают, зачем им погибать в имя Лукашенко, в имя диктатуры. И я думаю, они просто спустили приказы, которые шли сверху, которые шли от Путина и Лукашенко и не исполнили их. Был такое пассивное сопротивление приказам... Опять небольшая проблема со связью, прямой эфир. Да, Франк, вы снова с нами. Мы вас потеряли буквально на мгновение. Да. Что было две попытки отправить белорусских военных в Украину, но они просто слили, спустили эти приказы и в конце концов не исполнили. Лояльности среди военных, среди силовиков, именно которые работают в вооруженных силах, там нет. Единственные, кто служит Лукашенко верно, это КГБшники, служба безопасности президента, КГБ Альфа и похожие группы. Франк, так очень важный момент. Их численность, она превышает количество военных? Ведь если сегодня военные выступают против Лукашенко, то наверняка назревает внутренний переворот, военный переворот. Совсем не обязательно, потому что военные традиционно, они считают своим долгом защищать белорусскую суверенитет, территориальную целостность, но это совсем не значит, что они будут брать участие, например, в организации переворота. Плюс они должны четко понимать, например, каким образом этот переворот, он вернет Беларусь, законность и порядок, мир. Это будет возможно только в том случае, когда начнет распадаться система изнутри. Поэтому сценарий, скорее всего, будет такой. Сначала будут какие-то известные люди уходить от Лукашенко, отказываться исполнять его приказы. Потом начнется нелояльность, какой-то раздрай среди близкого окружения Лукашенко. Мы увидим снова протесты, акции, возможно, на улицах. И тогда, в последний момент уже вооруженные силы Беларуси, они присоединятся к этому. Но, скорее всего, это не начнется с военных, а, скорее всего, военными это замкнется. Но я уверен, что вооруженные силы Беларуси, они займут сторону белорусского народа. Франок, я хочу зацепиться за то, что вы сказали минуты ранее. Вы сказали о том, что было отдано два приказа, которые военные саботировали. Это очень важные вещи, мы сейчас услышали. То есть, реально есть информация о том, что приказ был входить на территорию Украины, и он просто поддался саботажу. Это так? Это та версия, которую у нас есть аргументы воспринимать как достаточно возможную. Первый вход в белорусских войск мог произойти между 26 и 27 февраля, второй полторы-две недели позже. Тогда и украинская разведка получала такую информацию, тогда психологически готовили белорусское общество. Но потом прошел перелом. Во-первых, в общественных настроениях. В опросах после 5-10 марта мы видим огромное неприятие войны. Там практически цифры были от 3 до 4,5 процентов выступили с поддержкой вхождения белорусских войск военные действия. То есть, в обществе образовался консенсус. И уже после 15 марта Лукашенко был не готов рисковать. И я думаю, что они с Путиным согласовали позицию, чтобы не вводить белорусские войска, поскольку это может повлечь и какие-то протесты внутри Беларуси, и белорусские войска могут публично отказаться исполнять приказ, что просто выставит Лукашенко слабаком, человеком без легитимности власти. Ну и они, и для Путина сейчас намного важнее сохранить Лукашенко, пускай в таком разобранном слабом виде, чем потерять его. Потому что более пророссийского политика, более лояльного в Беларуси, чем Лукашенко, для Путина нет и возможно они не появятся. О, интересно, потому что сейчас поступает информация, согласно которой Лукашенко чуть ли не отдельно от Путина пытается с ЕС договариваться. Вам об этом что-то известно? Известно, но это немножко спекуляции. Здесь два факта. Первый, это министр Маккей. Он отправил запросы в министерство Германии, Франции, еще пару стран ЕС, предложение типа давайте торговаться, давайте вернем все как было, забудем на обидки. Все, что было последние года, они просто предлагают перечеркнуть. И вторые факторы, это попытки торговаться политзаключенными. Есть несколько диалоговых площадок в Минске, псевдоплощадок, псевдодиалоговых, и там они рассуждают, сколько нужно освободить политзаключенных, чтобы ЕС снял санкции. Но, конечно, Лукашенко хочет отыграться, он видит, что корабль, корабль российский тонет, и он пытается не пойти вслед за русским кораблем туда же. И он разыгрывает такую карту не коагрессора, а жертвы. Сейчас мы видим лоббисты, как работают, появилось несколько публикаций в западной прессе, где показывают, что нужно спасать Лукашенко. Вот он как-то устоял под нажимом Путина, вот какой он герой. Так вот, я... Франек, вы с нами? Лукашенко такой же самый пособник Путина, и должен нести такую же ответственность, как и он. Франек, вопрос к вам еще такой. Когда может начаться вот этот конфликт политических элит в Беларуси, о котором вы ранее упомянули, и, собственно, с кого он может начаться, и какую роль в этом сыграет оппозиция? Будете ли вы принимать участие в этих действиях? Это хороший вопрос. Все будет зависеть от того, в каком состоянии демократические силы будут, потому что большинство лидеров демократических сил сейчас в тюрьмах. И для того, чтобы принимать участие, нужно добиться, в первую очередь, освобождения этих людей из тюрем. Во вторую очередь, добиться возвращения лидеров демократических сил из вынужденной миграции, в том числе Павла Латушко, Светланы Тикановской и других. Ну давайте реально смотреть на вещи. Я прошу прощения, но там в России Навальный вряд ли выйдет, пока будет Путин у власти. Мы же это прекрасно понимаем. Почему мы должны надеяться на то, что при Лукашенко оппозиционеры выйдут и из тюрьмы? Давайте, вот исходя из этих данных реальных, что готова белорусская оппозиция делать, если Лукашенко дальше будет продолжать сидеть в кресле. Ну, два отличия от России. Потому что вне Беларуси нету консолидированной вертикали власти, которая сейчас есть в России у Путина. Нету поддержки путинским, такой поддержки Лукашенко, как поддержки среди россиян действием Путина в Украине. Мы видим, что все эти легенды про башни Кремля, они сейчас рассыпались. И оказывается, все эти башни не имеют такого значения. Все равно решения принимаются Путиным то ли в бункере, то ли в кабинете. Мы не знаем. У Лукашенко противоположная ситуация. Он сейчас понимает, что угроза может прийти от кого угодно. На прошлой неделе арестовал личного врача. Две недели назад двух банкиров. Сейчас призвал усилить репрессии. Арестовал заместителя главного директора главного пропагандистского агентства, обвинив его в том, что он сливал телеграм-каналом какую-то информацию. Мы видим, как система сама себя поедает, саморазрушается. И поэтому у нас шанс может появиться. Плюс санкции, которые ЕС ввел как реакцию на действия Лукашенко в Украине вместе с Путиным, они тоже ухудшают благосостояние приближенных к Лукашенко чиновников. Раньше был такой контракт между ними. Вот у нас эти коррупционные схемы, ты их не трогаешь, а мы не лезем в политику. Сейчас этот контракт нарушен. Франек, уточню. Лукашенко уволил своего личного врача. Я правильно понимаю, он боится посягательства на жизнь, возможного отравления или как это связано? Здесь это всего слов. Лукашенко арестовал, режим арестовал 35 врачей по делу о коррупции, как будто бы они там воровали, приписывали препараты или протезы, которые не должны были. И среди них, по словам Лукашенко, его лечащий врач. Что он хотел этим показать? В том, что он никому не доверяет? Или то, что он готов даже своих близких сажать в тюрьмы? Мы не знаем. Но, скорее всего, это сигнал именно близкому окружению, что если надо, всех пересажу. Плюс мы видим также вот такое увеличение доносов. Доносительство стало такой нормой среди белорусов. Есть горячие телефоны в милиции, в КГБ, куда можно сдать соседа, подругу, бабушку, внука, кого угодно. И это, конечно, вернуло нам немножко чувство 37-38 года. Но, с другой стороны, это также свидетельствует о неуверенности Лукашенко в себе. Он последние полтора года пытался доказать, что все стабилизировалось, протестов больше нет. А тут, бац, 80 акций на железной дороге на протяжении двух месяцев. И уже это ничем не прикроешь. Да. А часто доносят? Есть ли информация? Ну, мы, киберпартизаны, с байполом слили базы милиции. И за август, сентябрь, октябрь 2020 года, и там были сотни доносов в день. Доносили за наклейки на машине, в лифте, кто-то включал музыку, там, Цоя перемен, там и другие. Ну, и, конечно, милиция приходилась и разбиралась. Но, с другой стороны, были такие кейсы, когда приходила милиция, делала вид, что она делает обыск, делала вид, что она вот серьезно пришла на допрос, но симулировали, подписывали протокол и уходили. С одной стороны, есть силовики, которые выслуживаются, но и огромное количество следователей, которые просто имитируют, потому что поступил такой приказ. Мы также видим, что вот многие решения, документы отказываются подписывать министры. Они же не хотят, чтобы их потом наказали. Так они дают замам, те дают замам замов, те дают секретарям, и в результате подписывают какие-то ноунеймы. Ну, то есть, даже внутри, получается, какой-то бюрократической машины есть ощущение, что режиму, скорее всего, все в ближайшие годы. Ну, пока не все. Пока не все. Это может дотянуться и до конца года. К сожалению, многое зависит от победы Украины. Нам это очень важно. Нам очень важно, чтобы помочь украинцам победить. Здесь не вопрос «ес», здесь вопрос «когда». Но чем будет сильнее Украина, чем будет слабее Россия, тем больше шансов, ну, так есть, тем больше шансов Беларуси будет на свободу. Не знаю, хотя или не хотя, но вы назвали определенные временные рамки. Мне нравится, например, даже до конца года. Это уже не следующий год и точно не через 10 лет. Есть надежда на самое ближайшее время. Франок Вячорко, большое вам спасибо. Спасибо. Спасибо.